выходите вы какого 5 мая и 2 биг бена и это господа город-герой минск мне нравится тут особенно чалнычный вокзал но естественно макдональдс есть ребята как он нам надоел макдональдс как мы его объелись наверно минимум 4 месяца мы его не едим теперь больше сегодня ели в поезде биг бомб да это такой кайф оказывается после макдональдса ну потому что что-то всегда быстро все по-быстрому не но васильки конечно хорошая черву ночные кассы поселились мы в минске называется костевой дом янка вы знаете очень замечательный потому что стоимость такая же 24 доллара это естественно хостел но хостел изумительный я так считаю потому что даже с московским не сравнится так и цвет наш личный санузел да наш личный санузел это естественно общая комната общая комната буду приветствовать если кто-нибудь будет но по ходу пьеса мы тут одни сегодня сегодня мы здесь одни ну кухня ребята если честно у нас дома такой нету кухни нету у нас нету да шикарное стоящее дерево у нас красное смотрите стилизованные всякие там бизончики и рыбки рыбок я люблю но не вот таких страшных поэтому я рекомендую вам гостевой дом янка вот пожалуйста даже можете лучше конечно не нужно турпакет реабилитации мы рады видеть нашим гостевом доме естественно вай фай и все остальное все бесплатно шахматы можете сыграть книжки можете почитать библию тоже вот крокодила можете поиграть вот таким крокодил зеленый как мимино можете тапочки такие поносить большие слушать эти фигурки даже люди вот привозят свои представляете оставляют молодцы ну в рекомендациях написано потрясающе я согласен это рыбное изобилие минска и форель молодцы вообще венчане и осетры и сазанчики и карпы и зеркальные ну просто красавцы и сразу пиво карп 5 рублей карп 5 рублей форель 15 рублей 15 рублей 2 курс 7 долларов а все тар 32 рубля что получается 16 долларов шибас 27 рублей это получается 13 чем-то долларов стейк 38 рублей лосочки лес 44 это 22 доллара ну так по рыбе нормально хотя с собой я не вижу такой как новосибирске уникальной рыбы но красиво уложено в углу мы покупали она никакая вообще но по глобасе конечно в минске изобилие вот нам привозят которую бабки но здесь она стоит 10 долларов возьми и шнижка к потом вот такие мяса мы сами научились делать они здесь тоже где-то 12 долларов килограмм но это дешево очень у нас что-то это 7000 это получается еще главное здесь есть кровяная колбаса у нас конечно такой нет но зато у нас есть конская колбаса а здесь нету в хостеле мы жили но очень приличный как бы тут квартиры если честно для крутых они бедные наверно плачут потому что мы вечером приехали в 8 а мы приехали естественно в квартиру постучали но не выходит бедный рассказывает что это другая что он на боковуху называется хостел янка это естественно окраина минска но там недалеко зоопарк зоопарк мы не успеваем потому что сегодня мы уезжаем в гродно камешек красивый привезли сегодня уезжаем в гродно но из-за погоды уезжаем потому что мне нравится не знаю может обманем а потом сюда еще вернемся зайдем обязательно на рынок минский посмотрим 100 видов сала привокзальная площадь еще мне нравится вот туалет же ночи выход а вот это мне лучше нравится туалет мушчинский в институте назвали друга мужчина кажется есть такое слово белорусском по вити кстати минский зачетный вокзал очень комфортный как бы питерским московским может дать фору легко вообще я уже не говорю про доброжелательность милиции мы все спрашиваем о милиции местной вот и что удивительно вот такие фейси рубль 90 стоит и что удивительно милиция алкаши даже не забирает она так как бы их предупреждает чтобы они сильно не барагозили и даже не забирает их что удивительно я водителя спрашиваю автобуса там надо было вам доехать я говорю даже до вокзала он доедет автобус он чего я говорю даже до вокзала а он мне объясняет чигуначный а чигуначный вокзал ну естественно мы друг друга не поняли короче железо по белорусски это чигун наверное да но чигун вот так вот международная чигуначная оказывается ты меня сняла в такое деяние чигуначная вот эта улица названа именем Кирова Сергея Мироновича у нас в Каменогорске есть был парк имени Кирова кстати до сих пор еще памятник что удивительно не убрали а сейчас эта улица называется незалежности или Кирова странно до сих пор не убрали а незалежности где тогда спроси вон у девушки ребята а у Беларуси то впереди всех тут даже есть суд Евразийского экономического союза это хорошо вот вокзал ЖД вот это все улица Кирова которую они не переименовывают а это бывшая женская гимназия сохранили такое здание наверное реставрированное конечно и тем не менее молодцы и вот мы идем на проспект незалежности нас встречает вот такая девочка железная очень красивая с зонтиком в дырочках белорусская и огромные дубы и клены и каштаны я белорусские не могу вывести просто не снимать вот научальный корпус и вот это очень красивая факультет коммерции и туристичной индустрии но это головная площадь я так понимаю Минска отель Минск проспект незалежности вот мы его искали 10 и кстати даже улица Свердлова до сих пор есть представляете хотя у нас его костерят там у нас где у нас и у вас тоже в России а здесь я понимаю так дом ну дом наверное Лукашенко и есть 100% и напротив я понимаю костер красивейший ну и простей как тоже зачетный вот это здание сразу скажу когда КМ скажут дебил а что такого ну да есть немного 10 а мы сняли здесь хостел но это будет 8 числа мы приедем с Гродно просто мы хотим посмотреть какая разница там все равно гуляем это прямо рядом с вокзалом все просто мы тут сняли рядом с зоопарком но так до зоопарка и не добрались то доберемся удивительно что это красивейшее здание ну реально красивейшее такого советского вот мне нравятся вот эти уже гербы раньше они не очень но сейчас очень нравятся это поштам был пошта а я-то думаю что такой скандальный ролик из Беларуси там какой-то наш казахский полицейский в Беларуси проиграл кучу денег окажется здесь казино до сих пор узаконено пожалуйста вот в центре прям практически напротив здания правительства казино рояль я так понимаю это не ресторан а настоящее казино играй не хочу вот еще один дворец металлургов но только в Минске улица кстати это напоминает сильно тверскую московскую ну они наверное все типичные но дома красивые тут очень много всяких досок в которых жив и прочувал народный письменник но мы письменников не знаем вот беда конечно наша мы из Беларуси не ну мы слышали что-то там адамичные по-моему подождите вот я извиняюсь если я сейчас перевору фамилию но мне простительно попробуйте беларусы назовите только хоть одну фамилию например казахского письменника поэтому всем нам простительно незнание чего-то американцы вообще даже своей истории не знают и спокойно они говорят не надо мусором лишним засорять свою голову вот то что нужно в жизни вот это и нужно а то что не нужно можно совсем и не знать какой замечательный сквер или бульвар и кто бы вы это думали это цирк но это Дзержинский тот кого в Москве грубо вообще с главной площади вышвырнули здесь смотрите стоит и украшает такую красивую аллею просто замечательно изумительно еще и с фонтанами вот вам пожалуйста не стреляйте в историю иначе она вас так бахнет действительно это же уже доисторическое высказывание слушайте ну я за единственное если не нравится аллея ну вот единственно если не нравится можно конечно свести вот нас свезли в один парк просто все эти памятники но никуда да но нас это не расстреляют ладно мы нарушили правила вооружения мама мама простите нас но это такая аллея что я тут думаю никто не ездит интересно все казино находятся на центральной площади незалежности вот так единственно хочу вот вам обратить внимание мне нравится вот такое креативное название сломал и такая морда сломал значит надо купить сервис аксессуары с телефоном естественно национальный банк республики Беларусь очень красивое здание меня ругает не в эти камеры хорошо буду стараться то самое интересное что напротив национального банка республики Беларусь макдональдс красавчики вот это американцы вот это молодцы вот так бы все завоевывали бы весь мир а вон еще один дворец культуры металлургов вдалеке или менее большой театр прям пулю в пулю как будто из дома не уезжал театр юного глядача что значит театр юного зрителя красивейшая площадь палац Беларуси и красивые тут парки все таки старинные древние 9 мая будет здесь забег отважных там я так понимаю тоже древний Минск мы ехали с женщиной еврейка с Витебска она сказала Витебск вообще говорит еврейский город и она сказала что полятики говорят что Минск вообще это их территория вся и Белоруссия тоже вся их территория почти ну во время речи посполитой я уже не говорю про город Гродно Гродно тут конечно был по моему он занят во время реституции Иосифа Вицерионовича которого все не любят и ненавидят все не знаю еще одна площадь цирков с белорусским это здание прямо оно на великих богатое все в мемориальных досках но мы тоже особо никого не знаем я надеюсь белорусские люди знают вообще здесь много всяких таких тоже стилизованных скульптур Молодцы наставили пол третьего уже оказывается интересно кому этот памятник как мы с Грижей на площадь Гагарина не напряжли и спорили кому Яшину потому что там внизу был ну действительно похож спутник на футбольный мяч но оказался Гагарин позор конечно парк вот этот замечательный такой нравится кстати в Алма-Ате у нас есть такой хороший парк ну просто Миногорх я молчу там за городом там вообще весь сплошной парк кругом сегодня или вчера я посмотрел в Японии есть оказывается профессия которая спасает самоубийца но это Янка Купала да я в принципе так подозревал но вот его то конечно я знаю короче есть профессия которая спасает людей от самоубийства там очень огромное количество самоубийств если человека увольняют даже с работы то они вот так вот заканчивают свою жизнь и дело все в том что и дело все в том что находят они какую-то скалу и пытаются с нее сброситься и в этом районе обязательно ходит этот человек и пытается поговорить с этими людьми и возвращает их к жизни находит им работу ну какую-то естественно там уже не топ-менеджерами а где-то там суши готовить или еще там какие-то блинчики и так далее и люди находят смысл жизни все-таки вот зомбированным человеком очень плохо заточенным постоянно на какую-то удачу и так далее все если что-то случилось ты неудачник да нет конечно ты неудачник господи люди берите рюкзаки вперед с песней все равно интересно даже в такую непогоду даже в такую непогоду я серьезно говорю для меня это просто праздник здесь вот я люблю просто обожаю по незнакомому ближе было незнакомые места все больше мне ничего не нужно потому что кто-то старался кто-то утверждал бешеные деньги тратились кто-то даже грубо говоря тырил эти деньги но как бы там не было все равно людям-то радость он принес а если кто не тырил то еще вдвойне ему спасибо молодец тогда вообще красавчик вот у нас такая тоже стилизованная скульптура только у нас в виде быка а это в виде кого это кстати дворец профсоюзов я думаю что Лукашенко сделал хорошего это просто он все что хорошее было это он все оставил от советского союза и еще дополнил ну просто нереально сразу раз и перейти в Евросоюз то что там тоже извините веками строилось с учетом того что Евросоюз по жизни чем он занимался грабительскими войнами занимался столько колоний и естественно ну количество денег превышает зашкаливает то которое было предположим у союза как бы у союза тоже это ну не будем вдаваться в эту ситуацию мы не нам судить но профсоюзы да тут имеют реальную силу и они кстати наблюдают за ценами за ценами для социальных слоев населения для пенсионеров и так далее чтобы не превышали по крайней мере те которые производятся в Беларуси мясо молочное и так далее то есть они выполняют свою работу но очевидно бюджетники очевидно в профсоюзные износы платят за счет этого это все существует мне кажется это неплохая потому что профсоюзы естественно западе есть ну там они как бы как то нашим то вашим тут естественно у них такого возможности нету а ресторан гудвин вот живой музыка у меня есть товарищ он любит песни перемен слушать стихи кофе поцелуи но это здесь что-то такого типерской питерской ностальгии открыто кстати вот этот английский дорогущий мультик но он как бы не дорогущий вот то что мы сейчас прошли показали вам эти дома ну вот он по нашим следам стоит на человека но здесь сама дешево да здесь 15 долларов я уже не говорю про другие города в других городах все гораздо дороже мы сейчас идем вот эти гранитные штуки вот у нас их стырили сейчас опять скажу с дворца культуры металлургов но зато вот такой костел да уникальный конечно в этом доме жив композитор Семеняка вот оно а в этой дом ну я так думаю замечательный дом угородный артист БСССР красивый очень костел послушали мы в службу прихожан молодежи маловато конечно история соединяется с цивилизацией вот прямо напротив на площади как в Москве под землей огромный супермаркет красивая люстра удивление камеры заховывания и туалет за ночи выход путь поиск поднял Продолжение следует...